Александр Дюма Учитель фехтования Предисловие «Бог ты мой! Что за чудо?» Воскликнул Грязье, увидев меня на пороге фехтовальной залы, где он задержался после ухода наших друзей. В самом деле, с того самого вечера, когда Жерар Деннерваль рассказал нам историю Полины, я ни разу не заходил в дом номер 4 на Монмартре. «Надеюсь», — продолжал наш достойный учитель с той этической заботливостью, которую он всегда проявлял к своим ученикам, «что вас привело сюда какое-нибудь скверное дело?» «Нет, дорогой мэтр, я пришел просить вас об одолжении», — ответил я. «Однако оно не из тех, какие вы оказывали мне прежде». «Я к вашим услугам. В чем дело?» «Дорогой друг, вы должны помочь мне. Я в затруднении». «Если в моих силах вам помочь, считайте, что это уже сделано». «Спасибо. Я никогда не сомневался в вас». «Говорите, я жду». «Представьте себе, я только что заключил договор со своим издателем, а мне нечего дать ему». «Черт возьми!» «Вот я пришел к вам. Не поделитесь ли вы со мной своими воспоминаниями?» «Я?» «Именно вы. Я не раз слышал, как вы рассказывали о своей поездке в Россию». «Не спорю». «В какие годы вы там были?» «В 1824, 1825 и 1826. Как раз в наиболее интересное время. Конец царствования императора Александра I и восшествия на престол императора Николая I. Я был свидетелем похорон I и коронования II. «Я же говорил! Поразительная история!» «Как раз то, что мне нужно». «Представьте себе!» «У меня в самом деле есть кое-что». «Вы терпеливы?» «Вы спрашиваете об этом у человека, который только и делает, что дает уроки». «В таком случае подождите». Он подошел к шкафу и вынул оттуда какую-то толстенную папку. «Вот то, что вам требуется». «Рукопись, прости господи!» «Это путевые записки одного моего коллеги, который был в Петербурге одновременно со мной. Он видел то же, что видел я, и вы можете положиться на него, как на меня самого». «И вы даете эту рукопись мне?» «В полную собственность». «Но ведь это же сокровище!» «Сокровище, в котором больше меди, нежели серебра, и больше серебра, нежели золота». Словом, вот вам рукопись, и постарайтесь употребить ее с наибольшей для себя пользой. «Дорогой мой, сегодня же вечером засяду за работу, и через два месяца...» «Через два месяца?» «Ваш друг проснется утром и увидит свое детище напечатанным». «Правда?» «Можете быть спокойны». «Честное слово, это доставит ему удовольствие». «Кстати, рукописи не достает одной мелочи». «Чего же именно?» «Заглавие». «Как? Я должен дать вам еще и заглавие?» «Дорогой мой, не делайте добрых дел наполовину». «Вы плохо смотрели. Заглавие имеется». «Где же?» «Вот здесь, на этой странице». «Взгляните. Учитель фехтования или полтора года в Санкт-Петербурге». «Ну что ж, раз оно есть, мы его оставим». «Так как же?» «Заглавие принято». Благодаря этому предисловию читатель примет в соображение, что ни одна строчка книги не принадлежит мне, даже ее заглавию. Впрочем, речь ведет друг мэтра Грязин.